Слово «дача» у многих ассоциируется не только с отдыхом в тени деревьев, но и с активным сезоном работы на любимых грядках. Особенно это актуально для тех, кто в дальнейшем планирует отнести выращенную продукцию на рынок для продажи. Это касается не только овощей и фруктов. Дивиденды могут получить и те лица, которые имеют свое подсобное хозяйство – коров, свиней или пчел. По общему правилу, доходы граждан, полученные от реализации продуктов животноводства, пчеловодства и растениеводства, выращенные ими на предоставленных участках, не подлежат налогообложению. Доходы граждан, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве, освобождаются от налогообложения при наличии у плательщика справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена на земельном участке, предоставленном в соответствии с законодательством, для ведения этим гражданинам личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. Те, кто занимается пчеловодством, знают, что это популярное сегодня хобби, может приносить как небольшой доход для семьи, так и при желании, может приобрести вполне реальное очертание прибыльного бизнеса. Для того, чтобы реализовывать продукты пчеловодства, владельцам пасеки необходимо иметь в наличии соответствующие документы. При реализации продукции пчеловодства, наряду со справкой, либо вместо нее, необходимо наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, либо свидетельства, выданного на основании этого паспорта. В случае отсутствия справки или паспорта, физические лица правят торговать продукцией выживотноводства, пчеловодства и растеневодства не более пяти дней в каждом календарном месяце с уплатой единого налога. Справку можно получить в органах власти по месту нахождения земельного участка при предъявлении хозяинам заявления и документа удостоверяющего личность. Кстати, ограничений по количеству реализуемого товара или по размеру дохода, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, законодательством не установлено.